О том, что такое прививка, мы знаем еще с детства. Сначала нам ее делали при рождении, потом, когда мы пошли в садик и в школу. А так ли необходима нам прививка на самом деле? Многими специалистами во всем мире вакцинация признана эффективным методом борьбы с многими инфекционными заболеваниями. В связи с этим с 23 по 29 апреля будет проходить всемирные недели иммунизации, к которой присоединились уже многие страны. За эту неделю в университетской клинике Казань планируется привить около 200 человек от краснухи, кори, столбняка, гепатита и многих других болезней. Прививки, они все безопасны, потому что они проходят очень большой контроль. Я считаю, что наши прививки отечественные даже лучше, потому что мы доверяем своему контролю, проверены это все. Желтую лихорадку мы там получаем производство института Чумакова, мингококковую инфекцию. У нас есть и импортные прививки, например, против вирусного гепатита А, против полимелитной инфекции. Считается, что невакцинированные люди больше подвергаются риску серьезных заболеваний. Просмотрев календарь профилактических прививок, можно понять, в каком возрасте какие прививки необходимо делать. Национальный календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против 28 инфекций. Это 12 профилактических и 16 прививок по эпидемическим показаниям. У нас внесли два года назад изменения в национальный календарь. Прививки против кориа стали делать до 55 лет. Ранее они делались только до 35. В этом году мы обязуемся привить около тысячи человек. Всемирная неделя иммунизации призвана привлечь внимание к тем коллективным действиям, которые необходимы для защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Люди, которые не были привиты в свое время по случаю болезни или отъезда, могут прийти и сделать это на неделе иммунизации. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.